Еще одно эхо войны на днях услышали в Осиповичском районе. В деле оказали замешаны черные копатели. Один из таких оригиналов нашел снаряд. Ничего умнее, как принести его домой, мужчина не придумал. Но и на этом экстремал не остановился. Он решил распилить находку. Ну а дальше, как в песне, вжик-вжик, забирай готовенького. Пострадавший остался жив. Вот только с этого дня его жизнь будет совсем не такой, как прежде. Андрей Ястребов о тех, кого ничему не учит история. У оперативников на руках всего несколько фотографий, сделанных на месте ЧП. Дом, где проживает копатель, дырка в стене от взрыва с разных ракурсов и разорванный ботинок потерпевшего взрыва мимо отрывало ноги. В 11-м управлении собрали по горящим следам всю картину произошедшего. Вместо того, чтобы сообщить милицию и вызвать группу разминирования, принес к себе домой, где проживает совместно с семьей и малолетними детьми. И начал во дворе частного домовладения разбирать этот снаряд. Результат чудом остался жив. Только благодаря нашим медикам. У оперативников теперь есть точные данные, что в округе все знали о находке безработного соседа. Но никто не сообщил об этом милиции. Так что деревня Заболотье, где произошло ЧП, наверняка напомнит еще о себе. Пока же только милиция и спасает от возможной беды. Так в Горецком районе при осмотре дома, где проживает один такой копатель, изъят целый арсенал оружия. Ружечной пулемет системы Дегтярева с полным боекомплектом. Винтовка Мосина времен войны и 300 патронов к ней. Пистолет системы Наган, а также минометная мина, которую он все хранил в тайниках в своем частном домовладении. Как и ранее, основной вид боеприпасов, которые находят черные копатели в белорусских лесах, это снаряды, патроны и оружие времен Великой Отечественной. Пусть и в подпорченном ржавчиной виде, но вполне еще пригодном для частных коллекций. Такие пистолеты, патроны восстанавливают до боевого блеска, затем для продажи. В интернете любители опасной охоты с удовольствием выкладывают свои видеоотчеты. Как вооружившись лопатой и металлоискателем, они идут на свое черное дело. А ведь далее такие находки попадают в тайники, которые нередко копатели устраивают, например, в подвалах домов. Конечно же, их находят, как и авторов. Только в 2015 году к уголовной ответственности в Могилевской области привлекли 45 человек. А количество изъятого только оружия исчисляется сотнями. Вместе с тем правоохранители напоминают об ужесточении с начала года ответственности черных копателей. Любые несанкционированные раскопки на месте захоронений или боевых действий теперь считаются преступлением. Чтобы не попасть под уголовную ответственность, просто достаточно сдать найденные артефакты ближайший отдел милиции. Андрей Ястребов, Василий Фаталеев, Зона Икс, Могилев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова